Всем привет, народ! Рада свидетельствовать на канале, и перед началом несколько довольно важных объявлений. Начнем с того, что я хочу сказать огромное спасибо ребятам из ChinaFarytale, потому что они являются партнерами сегодняшнего выпуска, и именно благодаря им совсем скоро ко мне приедет одна из тех вещей, которые есть у меня в виш-листе, про которую мы сегодня, собственно, с вами и будем разговаривать. И для тех, кто не знает, если до сих пор такие есть, ChinaFarytale — это посредники, ребят, которые занимаются доставкой товаров из Китая, в частности с площадки Poison, про которую сегодня мы тоже будем говорить, и с которой я уже миллион раз заказывал. Касательно того, что делают ребята, им большой респект, я с ними работаю уже не первый раз, они мне привезли не один десяток, наверное, вещей, все очень быстро, качественно, у них очень большой телеграм-канал, на котором много подборок, проходят разные конкурсы и так далее. У них свой склад в Китае, вещи приходят очень оперативно, есть очень удобный бот, есть барахолка. Цены у ребят низкие и станут еще ниже для вас, потому что по промокоду Бондаренко доставка по России абсолютно бесплатна. Ссылочки на ребят и также промокод я обязательно продублирую внизу в описании, поэтому обязательно переходите и заказывайте именно через них. Как вы знаете, или я надеюсь, что вы знаете, у меня есть еще и другие соцсети, на которых я намного, намного активнее, чем здесь, потому что там у меня есть и подборки одежды, и разные, то есть, unpacking, на которых я смотрю какие-то русские бренды, оцениваю качество, смотрю, как это сидит на мне. Точно так же я показываю разные там аутфиты, образы и так далее, всего там намного больше, поэтому если здесь на ютубе вас, вам не хватает меня в плане того, что количество контента, который я делаю, обязательно переходите тоже по ссылочкам в описании, смотрите, ознакомливайтесь, потому что реально в других соцсетях я намного чаще, больше и активнее, но на ютубе тоже буду стараться этот момент как-то возвращать к тому количеству видосов, которые было раньше. Кратко по поводу виш-листа. Это не то, что я невероятно себе хочу, это не те вещи, которых я мечтаю и которых, допустим, мне действительно сложно как-то приобрести, или наоборот, короче, это просто вот какие-то мои спонтанные желания, которые какие-то обоснованы, какие-то необоснованы, какие-то, возможно, у меня появятся, какие-то нет, но, возможно, для вас это будет какой-то подсказкой, если вдруг вы ориентируетесь на какой-то мой стиль или вам важно каким-то образом мое мнение касательно того, что себе взять, то заодно вы сможете посмотреть в сторону каких вещей, в сторону каких позиций я смотрю, ну, на следующий 24-й год. И первая вещь, о которой вот точно никто из вас не смотрит, и вы явно не хотите себе такое взять, потому что это низкие уги. И у вас сейчас в голове просто, наверное, какое-то недоумение, потому что, во-первых, у меня уже есть низкие уги, зачем мне еще одни? А во-вторых, в целом, зачем мне низкие уги, потому что многие из вас не понимают, что это за обувь, как ее можно носить зимой и так далее. Объясняю, у меня есть уги Tazman, называется модель, и да, действительно, что касается сильных холодов, то есть там минус 20 и ниже, минус 30, это действительно тяжело. Я уже походил в минус 25 в этой обуви, и если носить ее с какими-то джоггерами, где остается расстояние между, собственно, этими тапчиками и, грубо говоря, голая щиколотка, да, ну, все-таки прохладно. Но если, допустим, мы надеваем какие-то штаны, которые ложатся полностью на сами уги, на сами тапчики, все даже более-менее хорошо. И у меня есть тому подтверждение, буквально недавно я вот приложу здесь фотографии, где я в пуховике полностью весь закутан, и у меня отмерзший нос, потому что на улице минус 23, и сильнейший ветер, там, 40 метров в секунду, прям, действительно, а я прошел по улице где-то, наверное, полтора километра, вот, навстречу этому ветру, но я шел в этих тапочках. И, в принципе, нормально, когда идешь, более-менее, ну, ок, я вообще в них не замерзаю. Поэтому, если, тем более, мне нужно просто перескакивать, там, из дома, перебегать в машину, что, в принципе, я в последнее время и делаю, и редко хожу очень много пешком, этого мне за глаза, потому что они легче, они удобнее, комфортнее, визуально выглядят как-то интереснее, и, вот, реально, я в них сильно влюбился, мне они, ну, нравятся. Вот эти новые, новая пара, она приблизительно такая же, но у нее выше подошва, прорезиненный низ, они чуть-чуть сами по себе повыше на утяжках, ну, на затяжках сверху. Короче, новая моделька, я хотел взять себе такую высокую, но подумал, что, во-первых, у нее очень высокий прайс, там, 35 тысяч рублей, это минимум, 35-40, во-вторых, я не так часто хожу сейчас именно в высоких углах, и поэтому высокий я все-таки возьму себе самую обыкновенную модельку, бюджетную, и потом буду показывать с ней образы. Но и эта пара, поверьте, она реально стоит своего внимания на зиму, в ней действительно комфортно, особенно, если у вас температура не ниже минус 20 градусов, я не знаю, мне ее хватает более чем. Второе, это какое-нибудь кольцо. Одно, которое мое самое любимое, не знаю, видели вы его или нет, видите или нет, это кольцо от бренда, печатка от бренда Tom Wood, которое мне очень сильно понравилось. Я вообще подробно рассказывал о нем уже и в других своих видео, и в Телеграме у меня есть целый пост по этому поводу. Я хочу себе взять что-то, что будет либо такое же аккуратное, но, ну, то есть, не сильно броское. Возможно, какую-то печатку от какого-то другого бренда с каким-то таким актуальным камнем на другую руку. Либо я возьму себе обыкновенное кольцо, просто обыкновенное кольцо, которое будет, ну, не супер тонкое, не супер широкое. Потому что, не знаю, как-то я пригорел вот именно к такому виду аксессуарам. Я не ношу браслеты, я уже перестал даже носить свои Apple Watch, ношу их довольно редко. Не знаю, пока вот я фанатею с точки зрения украшений по кольцам на руки. Мне это дело все нравится, и вот пальцы в украшениях, все остальное, типа, без всего, без браслетов и так далее. Посмотрим, что найду. Может быть, это будет какой-нибудь Maison Margiela или еще что-нибудь. Maison Margiela, как угодно говорите. В общем, кольцо точно будет на 24-й год. Объемные брюки нестандартного качества, нестандартной текстуры, нестандартной ткани, как угодно. Короче, суть в том, что это будет, возможно, это будет флиз, возможно, это будет какая-то другая ткань. Но просто я хочу классическую форму брюк, широкую, прям объемные, чтобы они были. Но вот какие-нибудь интересные, может быть, какие-нибудь такие шерстяные или еще что-то. Пример очень-очень, так скажем, гипертрофированный, то, что у меня не будет. Но, допустим, в целом, в сторону чего я примерно смотрю, я показал вам сейчас, на экране должно было быть. И вот что-то в этом направлении. Только более сдержанных цветов, хочется какой-нибудь бежевый, коричневый, может быть, серый. Вот прям по-любому, потому что сейчас широкие брюки мне нравятся намного больше. Вообще широкий силуэт, полностью падающий на ногу, нравится мне больше, чем джоггеры в любом исполнении. Так что такие брюки, вот мне прям хочется, мне кажется, они будут здорово смотреться в моих образах. Куда же без обуви? И изначально я хотел и думал, и до сих пор думаю по поводу лоферов. Хотел взять себе все-таки Таби от Мейс Марджелла. Простите, если вам режет слух, мне так проще говорить. И я вот все-таки думал, думал, думал и понял, что, наверное, не надо. Смотрю вот на свои лоферы, они стоят там. У меня есть чанки-лооферы от бренда Прада. И у меня есть обыкновенные, стандартные, очень простые, базовые лоферы на каждый день. И по идее этого за глаза. Тем более я не тот человек, я не Дэниел Симмонс. И я вообще в целом не отношу себя к ребятам из Европы, которые фанатеют сейчас вообще все там от ботинок к туфлей. И могут ходить так постоянно. Нет, я все-таки парень кроссовки. Мне нравится удобство кроссовок. Ну, кроссовка комфортнее. Я не знаю, это вот мое личное мнение. Хотя я спокойно могу ходить в туфлях, но я не предпочту это как обувь на каждый день. По крайней мере сейчас. И в целом я начинаю замечать, что я прям сильно отдаляюсь от того, что я показываю вам. И от тех вещей, которые я себе приобретаю для того, чтобы как-то составлять какие-то аутфиты в разрезе от того, в чем я хожу каждый божий день. А каждый день я хожу в каких-нибудь там 990-х В5-х. Хотя, кстати, их конкретно я вообще давно не надевал. В общем, какие-то кроссовки, джогеры и я пошел. Поэтому, ну, по крайней мере, не летом, а в остальные сезоны. Поэтому я решил и подумал, что я хочу себе Balenciaga Track 3 версия. Это та пара, которая, она не такая зафорсенная. Она не такая популярная. Но при этом она мне нравится визуально. Она достаточно объемная. Это все еще Balenciaga. Это узнаваемый дизайн. Но они при этом не в дырку. То есть, они имеют цельный какой-то ботинок. То есть, можно ходить и в более прохладную там осень, да и зимой перебежать куда-то. Поэтому это не 3XL, которые в целом сейчас максимально актуальны, популярны и выглядят интересно. Да, здорово. Но у них прям ценник-конь. Это что-то такое между. Не совсем уже надоевшие относительно как треки. Но при этом простые, допустим, первые или вторые. Но, короче, вот третья версия треков. Не знаю, нравится вам она или нет. Для меня это будет тоже первый опыт. У меня никогда не было до этого вообще. В целом вещает Balenciaga, тем более кроссовок. Попробую, посмотрим. Вообще, может быть, у меня их даже и не будет. Это просто пока виш-лист. Ами Париж, сердечко, да, вот это вот в моем сердечке. Как сейчас? Актуально? Нет, я явно вообще нет. Короче, это тот бренд, с которого началось мое знакомство с люксом. Если можно так назвать, это первый. Это был подарок мне на Новый год, пару лет назад. Я тогда получил этот синий свитшот, который мне безумно понравился. Это казалось лучшая ткань, лучшее вообще все, как он сидит. Он мне, правда, оказался чуть-чуть маловат, но даже при этом мне невероятно все понравилось. И с тех пор, да, я влюбился в бренд. Потом у меня появились и свитера, и высокие, и свитшоты. Но потом, на пару лет, как-то я к нему остыл. У них стали... Во-первых, у меня появились вещи, которые... Ну, то есть, мне их хватало, и покупать новые, такие же других цветов не было вроде как какого-то смысла. Плюс ко всему, ну, у меня были другие бренды. Я пробовал новые, потому что, в целом, понимать и для вас как раз-таки делать эти обзоры, сравнивать, чтобы было какое-то понимание. Но сейчас у них вышли новые коллекции, новые цвета, новые формы. Поэтому, поскольку я люблю этот бренд, наверное, что-то себе приобрету. Возможно, какой-то свитер, возможно, какой-то свитшот. Время покажет. Хорошие широкие джоггеры. Я сказал уже до этого, что к джоггерам я уже как-то так немножко подостыл. Ну, или не сказал, а просто сказал, что люблю сейчас широкие штаны. Но, в общем, к джоггерам я подостыл. Брюки спортивной штаны от Вик Дэй уже давно лежат на полке. Не знаю почему, сейчас они мне кажутся довольно тонкими и какими-то узковатыми для меня. Для меня все спортивные трико, как правило, 90% мне короткие. И у них нет вот этого правильного эффекта, когда они должны внизу немного собираться гармошкой, максимально расширяться. Они у меня висят как сосулька. Это получаются какие-то дудочки, несмотря на то, что они вроде свободы, но все равно получается узкие. Я высокий парень, почти метр девяносто ростом. Поэтому, в любом случае, чтобы было это действительно оверсайз и объемно, нужно что-то действительно широкое. И чтобы это широкое было еще и снизу. То есть, оно еще должно быть и длинное само изделие. А этого, как правило, не хватает. Во всех брендах, везде найти это очень сложно. Поэтому, сейчас у меня есть единственные джоггеры, которые мне нравятся по ширине. Я вам про них рассказывал. Ссылка на них будет в описании, если они сейчас еще до сих пор есть в продаже. Потому что, насколько я знаю, потом их, ну типа, не было именно в этом цвете. В сером, в самом базовом, если можно так сказать. И если я вдруг что-то найду интересное, то, что действительно будет сидеть очень и очень здорово, я обязательно себе куплю одну или две пары, желательно в разных цветах. Потому что, вот, это вещь все-таки, которая, в которой я хожу много, часто, в которой комфортно. И которая до сих пор смотрится актуально во многих и многих образах. Двубортный оверсайз костюм. Не совсем классический, я не хочу... То есть, возможно, немного в эстетике ретро, но при этом оверсайз. Я думаю, сейчас можно говорить, что классический оверсайз костюм. Потому что оверсайз с нами очень давно. И эти костюмы уже очень давно с нами. Мне кажется, уже на протяжении последних 10 лет они точно есть. Ну, короче, это то, что вот я хочу сейчас взять себе. То есть, чтобы это был двубортный пиджак, чтобы это были хорошие брюки на высокой талии. Возможно, немного-немного зауженные, но при этом они сами должны быть широкие. Возможно, немного укороченные. То есть, я не хочу себе прям максимально мешковатый костюм. Все-таки он должен как-то облагораживать, если можно так сказать, фигуру делать, шире плеч, чуть уже талию. Есть такие силуэты, я вам покажу, надеюсь, примеры. И искать я буду либо в магазинах, которые у нас есть. Возможно, найду что-то под заказ и сошью именно себе костюм конкретно под себя. Но время покажет, по крайней мере, в преддверии, тем более, выпускных. Я думаю, этот контент будет и вам полезен и интересен, если я что-то такое найду. Или найду место, где можно такое сшить. Поэтому, да, посмотрим. Но точно вот костюм я себе такой хочу. Однозначно хочу себе взять, ну, наверное, штуки две, может быть, не знаю сколько, оверсайз футболок. В стилистике гранжа. Во-первых, гранж актуальный, это такой некий тренд сезона. Во-вторых, мне просто в последнее время надоели базовые, однотипные, скучные футболки, которых у меня лежат, они разных цветов. Но они скучные, они неинтересные. Поэтому, возможно, я что-то найду, вот что мне понравится. У меня есть одна футболка, которая мне сейчас прям сильно заходит. Вы ее видели, она с такой, грубо говоря, с принтом, принт и картина. Название картины я, к сожалению, не знаю. Но, в общем, там, девушка, которая привязана к столбу на огне, сжигание, да, прикуривает сигарету. По-любому картинка здесь появится, я вам покажу. Хочу что-то типа такого. Главное, чтобы был хороший плотный ворот, чтобы он сидел на моей шее хорошо, чтобы она была оверсайз, и чтобы она мне прям сильно нравилась. Я не буду покупать абы что в любом там масс-маркете. Вот буду прям целенаправленно искать ту, от которой я буду прям фанатеть. Вот если таких найду футболки, штуки две, то обязательно себе возьму. Вдруг, тем более, у меня появятся еще баленсиаги мои порванные. И будет прям, мне кажется, идеально сочетаться. Я хочу себе свитер, который будет связан своими руками. И благо, у меня есть человек, который это может сделать. Это мой папа. Вы уже видели от него один там синий свитер, который у меня есть. Но он вязался очень давно. Сейчас он у меня уже как будто бы немного тесноват. А хочется что-то в стилистике Fear of God. Такое безразмерное, с какими-нибудь косами, с какой-нибудь плетенкой на весну. Или, возможно, на конец зимы. В общем, хочется прям какой-нибудь, может быть, интересный цвет. Не знаю, у меня вообще папа любит такие вещи делать. Но раньше это было тяжело, потому что приходилось считать петли. Это прям высчитывать аккуратно под размер. Там туда-сюда, вот эта пройма в рукаве. Это сейчас мешок. В принципе, ты вяжешь мешок. Любого размера он будет смотреться хорошо. Главное, чтобы он был немного укороченный. Не были сильно длинные рукава. И будет смотреться ок. Главное выбрать какой-нибудь интересный цвет. Может быть, интересный орнамент. Или вообще рисунок. Узор. Посмотрим. Короче, если он вдруг согласится. У него такой есть наметки. Но это очень сложная работа. Я один раз вязал шарф. И все, ребят, честно. Это реально тяжело. Поэтому, если захочет. И у меня будет вот такая новинка. Я буду безумно ему благодарен. Поэтому в виш-листе он у меня такая позиция точно стоит. Касательно вещей, знаете, на этом все. Потому что у меня есть еще огромное желание взять разного рода технику. Я вообще гик по технике. Поэтому хочется обновить айфон. Взять пятнадцатый. Потому что он сейчас действительно интересно снимает. Хочется взять новый компьютер. Хочется взять много всего. Какие-нибудь ароматы. Но об этом, наверное, расскажу позднее. Кстати, у меня будет видео обязательно про ароматы на зиму. Следующее видео или через одно будет видео про аксессуары. Поэтому не забывайте подписываться на канал. Ставьте обязательно этому видео лайк, если оно вам понравилось. Пишите комментарии. Ваша обратная связь мне очень нужна. Все. Всех было раз видеть. Всем пока.